Строительство детской республиканской больницы является социально значимым проектом. Объект будет возводиться за счет средств российской инвестиционной программы. Сметная стоимость проекта 650 миллионов рублей. Три этажа, 4,5 тысяч квадратных метров, где будет и хирургическое отделение, и диагностическое отделение, и лаборатория, и весь комплекс необходимый для того, чтобы это медицинское учреждение функционировало в полном объеме. Далее хочу сказать, что все технические характеристики объекта детской республиканской больницы, они были сметированы и прошли экспертизу в Российской Федерации. Такие же детские больницы возводятся на территории Российской Федерации, поэтому будет такой аналог, современный, крупный, для того, чтобы наши дети получали необходимую медицинскую помощь на территории вот этого медицинского кластера. Детское медучреждение построят на территории республиканской больницы. Старую автомобильную парковку перенесут чуть ниже. На территории более 4 тысяч квадратных метров будет располагаться новая. Сейчас ведутся работы по ее благоустройству. На этом месте располагались старые вешалые строения, которые были снесены. Строители засыпают и выравнивают территорию. Работы ведет подрядная организация КДК Девелопмент. Здесь была очень нарушена ливневка и грунт подмочился. И нам пришлось вместо положенных 0,5 метра снимать до метра грунт, вывозить и замещать его вот таким вот другим балластом, потому что на этом грунте невозможно было что-то строить. Выравниваем, подсыпаем, для того, чтобы люди не в грязи ходили. Вся техника будет оставаться здесь, в одном месте. По территории республиканской больницы машин больше не будет посторонних, кроме их служебных. И плюс два тротуара, один здесь и там, для того, чтобы могли и на каталке людей поднять, и пешком пройти. У нас будут две парковки. Одна, которую вы сейчас видите, вторая будет выше детской больницы. Для чего мы это делаем? У нас за последнее время наблюдается рост оборота коек. Это говорит о том, что пациентов даже на этом этапе в республиканской больнице стало больше. Ну, естественно, не хватает у нас этих парковочных мест. И мы решили в дальнейшем, возможно, мы пока еще над этим думаем, возможно, нам придется разделить эти парковки. На одну мы для сотрудников республиканской больницы, возможно, выделим, а вторую для посетителей. Потому что сотрудников только республиканской больницы вместе с ее подразделениями 622 человека. Вы представляете, да, о каком масштабе идет речь. Ну, естественно, и посетителей со временем, когда построится детская больница, однозначно количество посетителей будет увеличиваться. Уже в августе приступят к строительству самого медучреждения. В новой детской республиканской больнице будет 65 койко-мест. По словам министра здравоохранения, вопрос нерватки кадрового резерва тоже будет решаться. Есть кадровый голод, мы это не скрываем. У нас есть специалисты, которые учатся в российских клиниках, есть специалисты, которые сегодня обучаются в российских вузах, в ординатуре и так далее. Мы уже из Российской Федерации ведем переговоры в том формате, что нас усиливают и в курортный сезон. Но нам уже, я уже неоднократно говорил, нам уже несколько лет для того, чтобы вот тот кадровый дефицит перекрыть по основным направлениям. Да, понятно, что есть дефицит именно по узкопрофильным специалистам, но в этом направлении мы тоже работаем. И я думаю, что к тому времени, когда все это завершится, мы уже поэтапно будем вам говорить, давать информацию о том, какие у нас специалисты, какие у нас нехватки и как мы с этим будем справляться. Расположение республиканской больницы и детского медучреждения на одной территории очень удобно, как для медицинского персонала, так и для населения. Территория республиканской больницы, территория детской республиканской больницы, все это будет в едином кластере. Это удобно, во-первых, нашим гражданам, которые будут обращаться за помощью, как взрослое население, так и детское население. Также мы говорим о том, чтобы и врачам это было легче. Сегодня вы понимаете, что логистические и временной промежуток доезда и кареты скорой медицинской помощи, и доставки пациентов в детские учреждения и во взрослое. Все это, когда будет в одном кластере, как мы это и проговаривали, это будет правильно. И вот в этом направлении будут вести с работы. Строительство детской республиканской больницы завершится в 2026 году. Алика Трапшнарсо Цулукия, Абхазское телевидение.